Национальная сборная Беларуси по футболу вновь меняет место дислокации. Оставив обжитый за три с половиной дня греческий перей, команда Александра Хацкевича взяла курс на Болгарию. Там в воскресенье на Софийском стадионе Васил Левский наши ребята проведут отборочный матч к чемпионату мира 2018 года против дружины хозяев. Три с половиной дня в Греции пролетели как один миг и теперь национальная сборная Беларуси отправляется на вылет в Софию. До матча с болгарами остается всего ничего, поэтому атмосфера предельной концентрации царит даже здесь, в зале вылета Афинского аэропорта. Последние солнечные часы в Элладе белорусы провели практически и с умом. Обязательная интенсивная тренировка в день, даже на утро после таварника с греками, тщательнейшее восстановление во второй половине дня и теория. Ей уделялось особое внимание, поскольку команде требовалось исправить ошибки, допущенные на неделе, а также присмотреться к предстоящему сопернику. Более подробно мы еще будем команду смотреть и все минусы и плюсы этой сборной нам расскажет главный тренер. Наша задача будет выйти, выполнить полностью установку. Болгаров мы не боимся, мы уважаем любого соперника, но все в наших руках и нужно с хорошей психологией выходить на эту игру. Матч против сборной Греции, из него стоит делать выводы далеко идущие болельщикам, экспертам, зрителям? Ну, провели хороший спарринг, почти все получили игровую практику, подняли настроение, наверное, себе немного и болельщикам, выиграли 1-0, а любая победа всегда, она как бы дает положительные эмоции. Сборная Беларуси сейчас, вот ее, наверное, самые сильные стороны, на твой взгляд, которые надо использовать в матче воскресенья? Ну, я считаю, что все-таки нужно продолжать в обороне играть стабильно, а впереди реализовать свои моменты. Часовой перелет в болгарскую столицу получился компактным, как и весь график нашей команды в пятницу. Складывалось ощущение, что даже авиаторы с погодой боялись нарушить тайминг, расписанный штабом нашей сборной вплоть до минуты. Единственной каверзой, уготованной Софией по приземлению, стал холод, обещающий сохраниться вплоть до матча. Однако нюансы акклиматизации при трансфере из плюс 26 в плюс 10 не смущают отечественных футболистов. Все время у нас в Минске холод, а тут мы на два дня только отъехали от Минска, так что по погоде проблем не будет. Ну, а что, плотный график, ну, ничего страшного, у всех силы есть, и это для нас очень важный матч, поэтому все силы найдут, чтобы отдать их на 100% в этот матч. На что надо сборной Беларуси прежде всего обращать внимание в матче с болгарами, чтобы добиться положительного результата? Ну, в матче с болгарами мы должны обращать внимание больше на свою игру. Как если мы сыграем, как мы планируем, то все будет хорошо. В дворной Беларуси надежно играет в защите. Как ты считаешь, за счет чего мы этого достигли, и как это удержать в Болгарии, вот эту плотность? Ну, потому что мы больше играем компактно в обороне, и стараемся переходить в быстрые атаки. Как бы это наигрываем, поэтому, я считаю, если сыграем на ноль в защите, то обязательно момент у нас в атаке появится. Ажиотажного внимания к приезду беларусов в Софии нет. Помимо посла Беларуси в Болгарии, команду в аэропорту поджидал лишь один местный журналист, карауливший исключительно Александра Глеба. Все потому, что после более чем скромного старта в мировой квалификации, интерес к здешней сборной упал ниже нуля и у журналистов, и у болельщиков. По прогнозам, собрать на трибунах даже две тысячи человек в воскресенье будет для местной федерации за счастье. Узнать, к чему это приведет, мы сможем буквально через сутки. А уже спустя несколько часов, в следующем выпуске болгарского дневника, мы расскажем, пришли ли на пресс-конференцию с нашим наставником местной медиа, и как прошла тренировка беларусов на газоне Софийского стадиона. Субтитры создавал DimaTorzok